Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭТВ в студии Тимофей Львутин. Вначале коротко анонс о главном. Добрый вечер! Украина ввела новые экономические санкции против России. Эти ограничения касаются 294 юридических и 848 физических лиц. Об этом сказал Петр Порошенко в Брюсселе. Он приехал на неформальный саммит президентов. По словам Порошенко, после этой встречи будет известна дата проведения саммита Украины ЕС. Мной был обнародован указ о значительном расширении пакета санкций против российских физических и юридических лиц. Также был добавлен Азовско-Черноморский пакет ограничений и Керченский. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет. И он синхронизирован санкциями, которые ввел Евросоюз и США. 60 заключенных передали украинской стороне боевики. Они содержались в тюрьмах на временно оккупированной части Луганской области. Следующая передача запланирована на апрель этого года. Больше расскажет корреспондентка ЮИТВ Анастасия Волкова. Это уже третья передача заключенных. В феврале украинская сторона забрала 33 осужденных, а в декабре прошлого года – 42. Сегодня передача проходила на мосту в городе Счастье и продолжалась около часа. 20 из них обращались лично в секретариат моего офиса. Другие обращались непосредственно в колонии, чтобы их передали на подконтрольную украине территорию. Некоторые переданные заключенные серьезно больны, в частности туберкулезом. Все они получат квалифицированную помощь, обещает представитель омбудсмена. Десять человек освободят, они отбыли срок. Остальных будут содержать в тюрьмах, где их, наконец, смогут навестить родные. Родные и близкие также смогут к ним приезжать в колонии, в которой они сейчас будут перевезены. По словам Людмилы Денисовой, на оккупированной части Луганской области остаются люди, которые уже четыре года как отбыли наказание. Но боевики по-прежнему держат их под стражей. Мы проговорили вопрос с представителями так называемой власти Луганской области. Они рассмотрят возможность передачи тех заключенных, адрес регистрации которых на территории, которая сегодня не контролируется украинской властью. Всего с начала российской агрессии на Донбассе в 28 колониях было свыше 16 тысяч украинцев. За последние три месяца боевики отдали украинской стороне 135 человек. Следующая передача запланирована на апрель. Анастасия Волкова, Александр Лахтин, Луганская область, ЮАИ-ТВ. 25 россиян в обмен на узников Кремля. Украина подготовила обращение к УБСЕ и России, чтобы определить дату передачи на заседание трехсторонней группы в Минске 27 марта. Об этом сообщила в фейсбуке уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Герашенко. По ее словам, в списке россияне, которые официально обратились к Путину с просьбой забрать их на родину. Ходатайство адвокатов о якобы незаконном задержании Кирилла Вышинского рассмотрит Объединенная палата судей Верховного суда Украины. По версии защиты, время задержания Вышинского указано неправильно. Главного редактора РИА Новости обвиняют в госизмене. Кассационный уголовный суд частично удовлетворил просьбу защиты подсудимого. На заседании Вышинскому разрешили сидеть рядом с адвокатами, а не в стеклянной кабине. В суде была и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Они утверждают, что он был задержан не в момент преступной деятельности. Хотя фактически, начиная с 2014 года и до момента задержания, по нашему мнению, Вышинский занимался противоправными действиями. И сотрудники СБУ их прекратили. Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе РИА Новости Украина. По данным СБУ, он работал в интересах России против Украины. В частности, по заданию Москвы готовил информационные материалы, оправдывая аннексию украинского Крыма. В России его наградили орденом за заслуги перед Отечеством за освещение событий на полуострове. В месяц Вышинский получил от Москвы 53 тысячи евро. Трое защитников Украины ранены на Донбассе. Боевики семь раз открывали огонь по украинским позициям. Выпустили 39 мин, сообщили в штабе. Пять раз оккупанты били из запрещенного минскими договоренностями вооружения. У Марьянки бойцов обстреливал снайпер. Возле Лебединского российские наемники применили гранатометы и пулеметы. БМП использовали в районе Троицкого. Также горячо было у Старого Айдара и Новолуганского. Испытания дронов. Одни из лучших в мире. Турецкие ударные беспилотники Bayraktar успешно выполнили первые полеты в небе над Хмельницкой областью. Партию беспилотников Анкара передала Киеву в начале марта. А соглашение о покупке подписали в ноябре 2018. Условия контракта предусматривают поставку шести боевых дронов и двух станций управления. Танковые бои в виртуальной реальности. Уникальный тренажер создали в Дисне, 169-м учебном центре Вооруженных сил Украины. Не выходя из аудитории, бойцы учатся управлять танком, стрелять и вести бой. Корреспондент UETV Игорь Меделян первым увидел, как по новой методике готовят танковые экипажи. Это начальная школа для механиков-водителей танков. Здесь бойцы учатся управлять машиной. Система проста. Путь показывает монитор, угол обзора, как в настоящем танке. Панель приборов сенсорная, рычаги и педали настоящие. На данных тренажерах установлено компьютерное программное обеспечение, которое используют страны-члены НАТО. Оно позволяет проводить подготовку полностью по их стандартам. На следующем этапе бойцы оттачивают мастерство кабины, точные копии рабочих мест экипажа. Мониторы внутри показывают местность. Инструктор следит за происходящим и может моделировать разные ситуации прямо во время урока. Пульт управления инструктора, который вы видите, позволяет одним нажатием кнопки выводить из строя любой модуль, любой агрегат, который есть в танке, и отслеживать действия курсантов по поводу устранения поломок. Такие неприятные сюрпризы от инструктора – обязательная часть обучения. Бойцов здесь готовят к реальной войне. И на внештатные ситуации они должны реагировать мгновенно. Я могу еще менять им погоду. Допустим, поставить снег, сделать облачность. Со сменой погоды бойцы должны менять режим вождения, корректировать стрельбу. На неожиданности реагируют по-разному. Кто-то кричит, что тренажер сломался. Как в настоящем танке. Все полностью. Передача, сцепление, газ, рычаги, все как надо. Все как в настоящем танке. Т-64. 3D-постановка супер. Новая система – идея военных учебного центра Десна. Программное обеспечение выбирали среди западных аналогов. Остановились на британской разработке. Тренажеры и электронику спроектировали украинские конструкторы. Основная задача наша – это заставить военнослужащего думать. Думать на поле боя, мыслить творчески. Именно те результаты, которые они будут показывать на данных тренажерах, помогут им в дальнейшем выжить, выполнять боевые задачи. Это уже следующее. Это подготовки. Украинские бойцы после занятия в классе на виртуальных тренажерах переходят на реальные боевые машины и занимаются на полигоне. Здесь тоже нововведение. Вместо нескольких бойцов на полигоне за танкистами следит всего один инструктор. С ложками стояли, записывали, прошли они порошкоды или не прошли. Сейчас на данном этапе стало лучше, я могу все отслеживать. Мне видно все. По словам командира учебного центра, новую систему обучения будут усовершенствовать. Подготовку смогут проходить не только отдельные танковые экипажи, но и взводы. Они смогут проводить боевые действия даже друг против друга, используя имеющиеся технологии. И благодаря нашим возможностям можно будет создать им обстановку и востока Украины, и любой другой территории. Новая система позволяет обучить танкиста, как говорится, с нуля. А еще повысить класс опытных бойцов. Игорь Меделян, Александр Прозоров, ЮЭТВ. Андрей Коболев останется главой «Нафтогаза Украины». Кабинет министров решил продлить с ним контракт, но на новых условиях. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, Коболеву снизят зарплату и обяжут ежемесячно отчитываться о проделанной работе. Невыполнение условий станет основанием для расторжения контракта. Меня интересуют три технических задачи. Первая – газотранспортная система должна быть сертифицирована по европейскому законодательству. Вторая – добыча газа. Третья – никаких заоблачных премий и зарплат. Полководец, меценат и объединитель нации. Легендарному гетману Ивану Мазепе 380 лет. Он родился 20 марта 1639 года в Киевской области. Мазепа правил Украиной 22 года и стал кумиром и примером для последующих поколений. О том, как украинский гетман вел борьбу против Российской империи – далее в сюжете. Мазепа – гетман войска Запорожского. Для украинцев он герой, а Россия называет его предателем. В общей сложности Мазепа правил государством 22 года. Сначала как глава Левобережной Украины, а потом и всей Наднеприанской. Длительное время он был любимцем царя и императора Петра I. Поддерживал Московское царство в Северной войне со Швецией. Однако в 1708 изменил позицию и стал на сторону шведов, поставив интересы Украины выше преданности российскому царю. Почему шведский король, который воевал с Московией, был на то время полезным союзником в борьбе за независимость Украины? Потому что имел репутацию военачальника, не знающего поражений до Полтавы 1709 года. Ставя на победителя, Мазепа делал верный геополитический выбор. Узнав о поступке Мазепа, Петр I приказал сравнять гетманскую столицу Украины Батурин с землей, а самого гетмана – предать анафеме. Эти проклятия Российской Православной Церкви московские священники продолжают оглашать до сих пор. Это чисто московская традиция – проклинать своих врагов. Но когда нас проклинают враги, значит, мы на правильном пути. Благодаря приверженности идеям объединения и независимости Украины, Мазепа стал кумиром и примером для многих поколений. Будучи богатым человеком, гетман последовательно занимался меценатской деятельностью. Этот корпус Киево-Могилянской академии построен на личное средство Ивана Мазепы. Гетман опекал множество учебных заведений, обогащал их современными библиотеками и редкими рукописями. Именно во время гетманства Ивана Мазепы Киево-Могилянская коллегия из исключительно духовного учебного заведения превратилась в академическое научное заведение. Это, по большому счету, первый университет на территории Украины, который, благодаря средствам и усилиям Ивана Мазепы, получил статус академии. Большое внимание уделял Мазепа и религии. Гетман считал Украинскую церковь идеологической опорой нации, поэтому за собственные деньги строил и реставрировал церковные сооружения. Именно во времена правления Мазепы многие украинские храмы получили вторую жизнь. К примеру, Свято-Никольский собор, который, к сожалению, не сохранился. На территории Киево-Печерской лавры несколько церквей построены, а большинство отреставрированы за его счет. Построено на его средства колокольня Софийского собора. Этот список слишком длинный, чтобы игнорировать роль Мазепы для украинской церкви. Меценату Ивану Мазепе в Киеве поставили памятник. На нем собрано все наследие Украины, построенное за счет Гетмана. О нем писали Джордж Байрон, Виктор Гюго, Проспер Мериме. Ни о ком из украинских политиков за всю историю не существует больше литературы, чем про Ивана Мазепу. Он был одним из известнейших политиков начала 18 века, и он вызывал уважение в памяти современников. Иван Мазепа до сих пор один из самых популярных украинцев в мире. Ему посвящены около 200 гравюр, 50 картин, 20 музыкальных и 15 литературных произведений, а также 6 скульптур. Любовь Задорожная, Игорь Каркадым, UATV Против переименования Астаны в честь Нурсултана Назарбаева выступили казахстанцы. Под онлайн-петицией подписи уже поставили почти 19 тысяч человек. Переименовать столицу предложил сразу после инаугурации президент Казахстана Касым Жамарт Такаев. И его поспешно поддержал парламент страны и Совет Астаны. Такаев вступил в должность после вчерашнего объявления Нурсултана Назарбаева об отставке. Такаев считает, переименование столицы позволит увековечить первого президента в истории Казахстана. На три месяца могут перенести Brexit до 30 июня, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. По его словам, короткая отсрочка возможна при условии, что британский парламент одобрит соглашение о выходе из блока уже на следующей неделе. Это будет уже третья попытка ТРСЗМС собрать голоса за сценарий выхода Великобритании из ЕС с начала этого года. Первые две оказались провальными из-за нерешенного вопроса по границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предложение Мэя 30 июня ставит серию вопросов политического и юридического характера. Лидеры ЕС завтра это обсудят. Если они одобрят мою рекомендацию, если будет положительное голосование в Палате общин на следующей неделе, мы можем подписать соглашение о переносе выхода Великобритании из ЕС. Остаток жизни за решеткой. Суд в Гааге увеличил срок заключения бывшему лидеру боснийских сербов Радавана Караджичу. Вместо 40 лет он будет сидеть до конца жизни. Суд признал, что предыдущий приговор был слишком мягким, учитывая масштаб и систематическую жестокость. Его судили за преступления против человечности, геноцид боснийских мусульман и военные преступления, совершенные во время Боснийской войны. Обвинение Караджичу в Международный трибунал выдвинул еще в 1995 году. Но 13 лет его не могли найти. Он скрывался под вымышленным именем в Белграде. После оглашения пожизненного приговора в зале суда прозвучали аплодисменты. О соборе Святой Софии на украинском языке. По просьбе диаспоры и консульства волонтеры перевели гид по туристической Мекке Стамбула. Пользуются ли популярностью новая услуга и где еще могут появиться украинские аудиогиды в сюжете Александра Кулибабы. Аудиогиды в соборе Святой Софии зазвучали на украинском. По инициативе посольства Украины в Турции их перевели волонтеры организации UAGuide. Аренда устройства обойдется в 30 лир. Это 5 долларов. В наличии есть украинский аудиогид. Пусть спрос небольшой, но все же люди радуются, что он есть. Идею создания украинского аудиогида в консульстве Украины в Стамбуле подсмотрели полгода назад в Германии. Сразу обратились к волонтерам и согласовали перевод гида с администрацией музея. Теперь ведут переговоры и с руководителями других историко-культурных памяток города. В Стамбуле есть довольно много интересных музеев, которые с удовольствием посетят украинцы. Поэтому скоро мы продолжим эту работу. По данным консульства, только в Стамбул за прошлый год приехали 300 тысяч украинских туристов. А такие гиды будут способствовать посещаемости музеев. Александр Кулебаба, Эдия Катаман из Стамбула, UATV. Хотите быть счастливым? Переезжайте в Финляндию, Норвегию или Данию. Новый рейтинг счастливых стран опубликовали в ООН. Ежегодно оценивают ВВП на душу населения, продолжительность жизни, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию. По каждому из показателей ставят оценку по 10-бальной шкале. В этом году Украина заняла 133 место. Последний – 156-й в рейтинге Южный Судан. Провести романтический ужин под водой приглашают в норвежском поселке Бали. Там построили самый большой в Европе ресторан в море. В нем можно не только полакомиться блюдами от шеф-повара, но и насладиться уникальными видами подводной флоры и фауны. Где расположен ресторан и каков он внутри? Смотрите далее в сюжете. Самый большой в Европе подводный ресторан спрятан у берега норвежского поселка Бали. Внешне он напоминает огромную бетонную трубу, которая погружается в море. От вида, который открывается внутри, перехватывает дыхание. От погружения под воду возникает некое восхищение. Особенно около огромного окна в морской мир это не как в аквариуме. Этот подводный ресторан назвали «Андер» в переводе с английского «под». На норвежском это значит «чудо». Зал ресторана находится на глубине 5 метров. Конструкция способна выдержать любой шторм. Из панорамных окон открывается вид на морское дно. В штиль видимость составляет около 20 метров. А во время шторма возникает ощущение, что вы находитесь в эпицентре стихии. Построила этот ресторан норвежское конструкторское бюро «Снахатта». Оно же разработало оперный театр «Восла» и национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке. Благодаря славе этого бюро еще до официального открытия ресторана предварительно места в нем забронировали уже 7 тысяч человек. Пока спрос обусловлен особенностью ресторана. Он под водой и его разработало бюро «Снахатта». Но со временем, я уверен, сюда будут ехать ради блюд, которые мы готовим. Пока ресторан работает в тестовом режиме только для друзей и родственников владельцев. Для широкой публики его откроют уже в апреле. Подводный ужин из 18 блюд, приготовленных из местных ингредиентов и морепродуктов, обойдется в почти 435 долларов. Александр Кулевава, UATV Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua На этом у нас все. Таким была среда, 20 марта. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok